Досужий читатель, ты и без клятвы можешь поверить, как хотелось бы мне, чтобы эта книга, плод моего разумения, являла собой верх красоты, изящества и глукомыслия. Но отменить закон природы, согласно которому всякое живое существо порождает себе подобное, не в моей власти. А когда так, то что же иное мог породить бесплодный мой и неразвитый ум, если не повесть о костлявом, тощем, взбалмошном сыне, полном самых неожиданных мыслей, доселе никому не приходившего в голову? Словом о таком, какого только и можно было породить в темнице, местопребывания, всякого рода помех, обиталище одних лишь унылых звуков. Здравствуйте! В эфире программа «Игра в бисер». Сегодня мы обсуждаем великий роман Сервантеса «Дон Кихот». Но прежде я хочу представить наших сегодняшних гостей. Ну, начнем с дамы. Ленор Горалек, писатель. Всеволод Багно, член-корреспондент Академии наук, директор Института русской литературы в просторечии, называемом Пушкинским домом. Евгений Жаринов, филолог, профессор МПГУ. И Видас Селюнос, профессор, заведующий кафедрой искусствоведения школы-студии МХАТ. Вот таков наш сегодняшний состав. Ну, что сказать. «Дон Кихот» – роман, который появился в начале 17 века. То есть первый том появился практически одновременно с Гамлетом в 1605 год. Причем написан первый том, начал написаться в заключение, что тоже интересно. В заключение. И через примерно 9 лет вышел второй том. Но первый том стал бестселлером сразу. Бестселлером сначала в Испании, потом в других странах. Но вот есть такая притча, что король, следующий король Испании, Филипп Третий, увидел студента, который шел, читал книгу и при этом дико хохотал. И король предположил, что это либо сумасшедший, либо он читает «Дон Кихот». Значит, ну вот, второе предположение оправдалось. Сама личность автора замечательна. Человек, как сейчас бы сказали, непростой судьбы. Ну вот, мой учитель Павел Антокольский, у него есть такое стихотворение «Дон Кихот». Я отрывок зачитаю. Встал однорукий серванта Саведра, В печку потухшую дует, Свечку свою заслоняет от ветра, Извещание диктует. Нравится вам эта честная проза, Без отговорок ответьте. Дюжая скотница, девка в табозе, Лучше всех женщин на свете. Только и есть, залуждайся, надейся, Недорога твоя шкура, Цвет человечества, жертва злодейства, Старая карикатура. Сколько бы ни было драк и пощечин, Сколько ты не искалечен, Рыцарь печального образа прочен, Путь впереди бесконечен. Это так, путь впереди был бесконечен В этой книге, и она пришла в Россию В конце 18 века. И вот у меня такой первый вопрос. Первый вопрос такой. Вот помните, Мефистофель говорит в Фаусе, Что я часть той силы, Которая вечно хочет зла И вечно совершает благо. А вот нельзя ли условно, конечно, Условно обратить эти слова На Дон Кихот только обратно. Я часть той силы, Которая вечно хочет благо И вечно или частично совершает зло. Я всю жизнь занимаюсь русским Дон Кихотством, Вообще Дон Кихотством, И получается, чем больше я знаю, Тем больше я понимаю, Что интерпретацией тьма, тьма, Тьмы, тьмы и тьмы. Значит, мы никогда не доберемся. Если мы... Это, собственно говоря, Та самая великая, Изумительная притча, конечно. О восточной притче, Так и любая другая. О слоне и о тех слепых, Которые... Значит, один дотронулся, Чтобы понять, что такое слон, Один до брюха, Другой до хвоста, Третий до уха, Там до хобота, До лапы. И в конечном счете все правы. И все неправы одновременно. Все одновременно правы и неправы. Точно так же будет с Дон Кихотом. Ну, в общем-то, Главный вопрос, Который застрел Байрон, Мне кажется, Когда сказал, Что вот Сервантес, Такой нехороший человек, Он убил рыцарство, Написав Дон Кихот. А так все-таки, Сордж Гордон был лорд И умер, как настоящий рыцарь, В борьбе за правое дело. То можно понять его логику, Если в самом деле это так, То тогда, значит, Сервантес нехороший человек, Как, в общем, и Мигельди, Унамуна в своей книге «Жизнь Дон Кихота и Санчо Панца», Которая сейчас, слава Богу, Передана на русский язык 1905 года, Где, как вы знаете, Он пишет про то, Что был великий человек, Дон Кихот, Замечательный мужик Санчо Панца, А плохой писатель Сервантес Взял и оболгал их, Выставил в смешном виде. А эта фигура трагическая, Потому что у него единственное Есть мужество идти Наперекор обстоятельствам, Наперекор власти, Наперекор массе. Вопрос таки в этом, Удар ли это по рыцарскому духу? Вот интересный вопрос, мне кажется. Или это парадоксальное Воскрешение рыцарского духа? Вот у меня был такой предшественник, Петроведний великий, Убрис Сакич Зигерман, Вечная память, Который написал одну чудную фразу Про Брехта. Другой писатель, конечно. Что Брехт иронии спасал лирику. Вот спас, спасал ли Сервантес иронии героизм? Поскольку вопрос такой, Казалось бы, Такой простой, Либо героическое, Либо смешное, Либо потешное, Либо великое. Все удивлялись тому, Как построен этот роман. Он вообще безумно построен. Мне кажется, Что он возникает, Как результат каких-то Случайных обстоятельств. Это и трагический жизненный опыт, Это и неудача. Вспомним, Что он вообще, Говоря, Никому неизвестный писатель. Ему дарят две серебряные ложки, Что ли? И это все, Что он получает, Как сейчас бы сказали, За премии. Его ненавидят Гонгора. Его ненавидят Гонгора. Его ненавидят Лопе де Вега. Кто его только не ненавидит. Он вообще считается, Как говорится, Создателем массовой билетристики. Правильно вы сказали? По улице идет студент и читает. Кто серьезную литературу, Тогда читал по улице. Презирает трамваи. Так вот, Я о чем говорю? Шкловский говорит, Что это такое за Дон Кихот? Такое ощущение, Как будто берет какие-то цитаты Из энциклопедии И наваливает туда все, Что возможно. Это такие салаты ливье. А потому что, На самом деле, Получилось самое интересное. Есть литература до Дон Кихота, Есть литература после Дон Кихота. Потому что Дон Кихот, На самом деле, Создал то, Что скажет Бахтин. Слово в романе. Это то, Когда ты пишешь книгу, Как живешь. И как живешь, Так и пишешь. На самом деле, Дон Кихот слагается уже тогда, Когда в битве Перлипанта Он теряет руку. На самом деле, Дон Кихот слагается, Когда в 50 градусов жары Он сидит на этой сковородке В этом алжирском пленном. И потом алжирского пленного Ни к слому, Ни к делу вставляет в роман. И это становится взрывом. На самом деле, Дон Кихот пишется тогда, Когда он дерется на дуэли. Вы хотите сказать, То есть, Как бы подтвердить слова Достоевского, Который сказал Мережковскому. Чтобы хорошо писать, Страдать нужно страдать. Совершенно верно. Это роман, Который ломает рамки искусственности. И который привносится Личная биография. Он очень странный роман. Ничего подобного мы не знаем. Потому что он безумно живой. Вот вы сказали, Плохой или хороший. А кто такой Че Гевара, Как не Дон Кихот? А кто такой, Вся эта латиноамериканская революция, Как не Дон Кихоты? А кто такой, Извините меня, Этот самый Дзержинский, Как не образ Дон Кихота? А кто такой Луначарский, Который пишет своего Дон Кихота? И всякая, Извините меня, Революционная нечисть Будет так же стремиться К Дон Кихоту, А тот же Унамуна скажет, Дон Кихот – Это испанский Христос. И у каждой страны Есть свой Христос. То есть, Такой диапазон значений, да? Да это безумно. Хорошо. А сложилось случайно? Книга сложилась случайно. Я думаю, Северон даже не предполагал. Его упрекали вообще в том, Что он не умеет писать. То, что это графомания, Его упрекали в том, А потому что там возникает литература, Там, где нет литературы. Она начинает мерцать там, Где ее уже нет почти. Кто бы знал, Кто бы подозревал, Что эта книга станет Самой читаемой, Самой переводимой. После Библии Главная книга в мире. Более того. Во втором томе Тот же самый Дон Кихот Ходит в Барселоне По печатни И смотрит, Как печатают эти романы. Роман во втором томе. Герои приходят и говорят, Давайте-ка мы будем Теперь участвовать во втором томе. Жизнь становится как романом, А роман жизнью. Я ведь подумала, Что есть еще один знаменитый, Довольно большой текст, Который сыграл фантастическую роль Во всем происходящем с нами, И который не задумывался, Как текст, И не задумывался как текст, Который столько людей Будет знать наизусть. Этот текст назывался, Если ничего не путаю, 97 тезисов. И я люблю думать, Когда вспоминаю Или читаю Дон Кихота, О том, Что он протестант из протестанта В некотором смысле. И уж по крайней мере, Я надеюсь, Что я правильно произношу, Но принципы соло-фиды, Соло-скриптура Он соблюдает абсолютно как никто. И даже его разговор Санч Панса там же в начале. Перейдите, когда их читает Для наших слушателей. Единая вера, Единым писанием. Это логика, В которой говорится, Моя вера, Это моя вера, Она не требует никаких, Я очень прощаю, Не простительно прощаю, Никаких толкований. И то, что написано В соответствующей книге, То есть истина, И не надо мне ее интерпретировать. И в этом смысле, Конечно, Он изумительный пример того, Как человек действует По вере и книгам. В полном, буквальном смысле. Хорошо. Я вот сейчас зачитаю, Почитаю вот такую сцену, Известную. Он был совершенно уверен, Что это великаны, А потому не обращая внимания На крики рженосца, И не видя, Что перед ним, Хотя находился он Совсем близко от мельниц, Громко восклицал, Стойте, Трусливые подлые твари, Ведь на вас нападает Только один рыцарь. В это время Подул легкий ветерок, И, заметив, Что огромные крылья мельниц Начинают кружиться, Дон Кихот воскликнул, Машите, Машите руками, Если бы у вас их было больше, Чем у гиганта, Бриорея, И тогда пришлось бы вам поплатиться. Сказавши это, Он всецело отдался Под правительство Госпожи своей Тульсинеи, Обратился к ней С мольбою помочь ему Выдержать столь тяжелое испытание, Толь тяжкое испытание. И, заградившись щитом, И пустив Росинанта В голоб, Вонзил копье В крыло ближайшей мельницы, Но в это время Ветер с такой бешеной силой Повернул крыло, Что от копья Остались одни щепки, А крыло, Подхватив и коня, И всадника, Оказавшегося Оказавшегося В весьма жалком положении, Забросил Дон Кихода На землю. На помощь ему Во весь ослиный мах Поскакал Санчо Панца И приблизившись Удостоверился, Что господин его Не может пошевелиться. Так тяжело Упал он с Росинанта. Вот сцена. Вот, Ленор, С точки зрения Действующего писателя, Как это сделано? Для меня очень, В этом смысле Меня очень развлекает, Книга это, В общем, Не только студент, Не только тот студент Ее читает, Смеясь, Многие другие люди Развлекает Соображение о том, Что у них С Санчо Панца Есть некоторая беседа, Где Санчо Панца По-моему, После Мельницы Спрашивает, Что же вы вверяете Себя своей дульцине, А не Богу? И тот говорит, Даст Бог у меня И так все нормально. И, конечно, Мне кажется, Что сцена С ветряными мельницами, Сцена, Которую помнят Больше всего людей И как-то Обращает Не больше всего внимания. Эмблематическая сцена, да. Она очень эмблематическая. И мне кажется, Что это разговор Про некоторую важную вещь, И он уже был здесь начат, Про Дон Кихотство Как про оправдание действия Вера в его правильность. Предельно важный Для огромного количества людей. Эта сцена Рассмотрена С наибольшей Определенностью Ивану Сергеевичу Тургеневу, Которую, Вы помните, Свою речь Прямо говорит, Когда он Предпоставляет Гамлета Дон Кихот, Он говорит, Что Дон Кихот Молодец, Что он понесся На ветряные мельницы, Прежде чем решил, Что это, Великаны Или ветряные мельницы, Потому что Гамлет, конечно, Не понесется Сразу же На ветряные мельницы И будет думать, Ветряные лето мельницы Или Великаны Будет думать Так долго Что если Потом окажется Что это Злые великаны А не ветряные мельницы То злые великаны Пока Гамлет Поймет, Что они Злые великаны Уже успеют Совершить Все свои Злые дела То есть В этом смысле Тургенев Прокладывает Дорогу Мигелю Для него Действительно Дон Кихот Это Не Прежде всего Хорош тем Что он Борется За добро Потому что Такова его Натура Потому что Ему Не надо Рассуждать Быть или не быть То есть Быть добрым Или нет Он просто Бесконечно добрый Не зря он потом И назовет себе Конце Романа Дон Кихану Добрый Понимаете Поэтому Это цель В этом смысле Показывает Что действительно Дон Кихот Готов Рынуться В своей борьбе За правду Против любого зла Значит Даже если он при этом Станет смешным И так далее Тургенев Тургенев И Дон Кихот Здесь при чем Это всего лишь Интерпретация Тургенева Которая вам так нравится Потому что Она соответствует Вашим симпатиям И более того Вот говорит Тургенев Что говорит Тургенев Под словом Дон Кихот Мы часто Я бы просто Не передоверял Тургеневу Мое восприятие Под словом Дон Кихот Говорит Тургенев Мы часто подразумеваем Просто шута Слово Дон Кихотство У нас равносильно Со словом Нелепость Между тем В Дон Кихотстве Нам следовало бы Признать Высокое начало Самопожертвования Только схваченное С комической стороны Этот сумасшедший Странствующий рыцарь Самое нравственное Существо в мире А вот я хочу спросить Нет ли в подтексте Опять же У Сервантеса Того Что благородство Самопожертвования Может быть напрямую Сопряжено С безумием только И в этом качестве Может А если это вне безумия Это уже нечто другое На самом деле Мне кажется Любое творчество Граничит на грани безумия Потому что Это всегда выход Нравственность и благородство Я вот к вопросу о том Контекст Подтекст и прочее Если нет подтекста Нет творчества Потому что это всегда Выход в такие области В такие глубины Собственного я Где уже рационально Отпадает И вот на самом деле Когда речь идет о безумии Мы видим Что этот роман Граничит с безумием Кто такой Дон Кихот? Он читатель Он сначала читает Сто книг А потом создает Своё собственное Помните он даже там Только детские книги читается Только Это детское чтение Я например читал Дон Кихот В классе в шестом Маяковский говорил Что Маяковский Который не так уж много читал Вторую книгу в жизни Он прочел Дон Кихот Он говорит Я сделал латы Разил окружающие Пишет он в автобиографии Маяковский В нем тоже очень много Дон Кихотского Да Конечно 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 В этом В данном случае Мне кажется Вот читатель Проблема читателя В Дон Кихоте Ведь сам роман Провоцирует читателя На сотворчество Потому что Сам главный герой Великий читатель Он прочитывает Сто великих книг Там есть И невеликие Муклатура Там есть Муклатура Но там есть Ариоста Неистовый Роланд Там есть Тиран Белый Там есть Амадис Гальский Я читал эти романы Я думаю Все здесь присутствующих Читали Это потрясающие книги Там есть то Что сейчас Современным языком Называется Мето Текст Рыцарского романа Который представляет Из себя Бесконечный текст С какими-то Квестами С поисками Святого Грааля С поисками Истины С поклонением Прекрасной даме Которая идет Еще от Эльбегойской Ереси Как здесь Происходит Проблема Конфликта На космическом Уровне И все это Вбирает в себя Дон Кихот И вы совершенно Правы Сходит с ума Потому что Он сам Становится Автором Своего романа Потому что На самом деле Дон Кихотовская Заложена в самом Сервантесе Я даже более того Скажу Когда вы говорили О контексте Там в Испании Того периода Было Абсолютное Соревнование Того То сейчас Выражается В современном Кто круче А Писара А Кортес А другие люди Которые Количеством 400 человек Завоевывали Целые континенты Что это Как не Тот же самый Сервантес С отвислой рукой Который Живет В алжирском плену И По сути дела Будоражит Весь алжирский плен Своим присутствием Каждый побег Стоить может ему жизни Он безумец Или он Или это маска безумец Или он Безумец в чистом виде Меня сейчас Дорога тема Детства Ребенка Он играет Представьте себе Что ребенок Ты выходишь играть Ты делаешь ровно То же самое Что сделал Дон Кихот На протяжении двух романов Он играет Он играет в это Он играет сознательно Мы все играем И мы все играем Игра в беде 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 Что делает Борхес Он говорит Дон Кихот Первый постмодернистский роман Где концепция игры Там воплощена Там игра в текст Внутри текста Роман Который живет И создается у вас на глазах Том Сойер Дон Кихот Один из Дон Кихот Это же интересный вопрос Потому что Мы до сих пор Еще не очень понимаем Насколько все-таки Какой-то эпизод Его связан С его читательским опытом Давно стало Аксиом из испанистов Что действительно Он Сервантес Велик Потому что Он соединил Две прямо Взаимоисключающие Литературные традиции Которые были Просто Абсолютно Несовместимы В общем У него произошло Короткое замыкание И поэтому Произошла вспышка Такая Гениальная Что соединил Сервантес Одна Более старая традиция Традиция именно Рицерского романа Причем Не всякий знает Что это традиция Что рицерский роман Не Не средневековый жанр А типичный Ренессансный жанр Потому что Роман Который воспевает Могущество Человека В то что Ему должно Продлежать Целый мир Самый популярный Герой Супер популярный Был Геракл Геракл Который везде Во всех дворцах Значит На Печати Флоренции Первого ренессансного Города Почему? В двух Придворных праздниках Это было сделано С театральной Наглядностью Когда Геракла Как читатель Как читатель Прекрасно знал Что есть литература Прямо Противоположная Где герой Не принц Не рицер Без страха И упрека А вор Проходимец Сын Проститутки Это так называемый Пикареско-плутовской Роман Это были Взаимоисключающие Жанры Сервантин взял И устроил Короткое Замыкание С одной стороны Он взял Самую горькую Правду жизни Более горькую Наверное Даже чем в жизни Она есть А с другой стороны Взял То что мы сейчас Назвали идеальным Искусством У Сервантиса Вот идеальное И реальное Вот они вместе Понимаете Вот это конечно В этом смысле Хорошо Я чуть-чуть хотел бы Дело в том Что это совершенно Потрясающе Вот сейчас Это было вовремя Но не в литературе Дело И не в жанрах Дело Вот то самое Твое словосочетание Короткое замыкание Он сделал в душе Человека Вот это трагическое И комическое Вот что он соединил Раз и навсегда Вот это произошло И в общем Это не всегда Это пишет И то и другое Мне кажется Вот это произошло Навсегда Я хочу вернуться К этому вопросу Почему этот роман Написанный В определенное время В определенном месте Стал мировым Как бы брендом Почему это Вот что говорит Достоевский Эту самую грустную То есть веселый роман Веселый Эту самую грустную Из книг Не забудется Взять с собой человек На последний суд божий Он дальше говорит Он укажет На сообщенную в ней Глубочайшую Раковую тайну Человека И человечества Помните Достоевский О том же Дон Кихоте Скажет Сервантес Потому великий писатель Что он русский писатель Он видит в нем Он омовно говорит Что это испанский Христос Достоевский говорит Это русский писатель И получается Что он В силу Вот этого Вот своего Ломания Каких-то Границ романа Создание его Свободным Соединение Читателей и писателей В одном лице Превращение романа В процесс Становится Вообще говоря Таким потоком Который ломает Национальные границы Вы помните Мотив Жил на свете Рыцарь бедный В идиоте Конечно Мышкин Там все Пушкин Там все Слито Вместе Там все Слито Вместе Вы же помните Что Достоевский Говорил Что Мышкина Мышкин В романе Идиоте Имеет два Прообраза Дон Кихота Из Иисуса Христа Вот Ленор Почему Рыцарь печального Образа Веселый роман Рыцарь печального Образа Я Во-первых Напомню Что это Предложил Санчо Панци Это не было Собственным Обретением Кихота А когда он Увидел его лицо Он сказал Теперь я буду Называть вас И все Что сейчас Пока я слушаю Коллегу Я думала Как раз Санчо Панци Потому что У нас внутри романа Есть человек Который буквально Проходит все О чем мы Сейчас ученым Говорим Санчо Панци В некотором смысле Оказывается Тем Удивительным Читателем Который Видит И с одной стороны Видит столько Смешного И так откровенно Подтрунивает Над своим Учителем И над всем остальным Но в то же время Он называет Вроде Терпечальный Образ Он видит Это столкновение Драмы И комедии Он видит Это величие Из-за комедии И одна из вещей Которая Меня так интересует Санчо Панци Как в читателе А он читатель Он человек Которому Дон Гефот Безграмотный читатель Прекрасно Потому что Он является Простите Это прям Идея Дорида Который сказал Что сначала Человечество Научилось читать А потом писать Это идея Семиотики В романе Это делает Его таким Вообще Современным Но в то же время Он является Тем безграмотным читателем Который слушал Устную Библию И устную Тору И устный Коран И он Оказывается Этим человеком Которому Некто Прочитавшись Ток Он наслышанный Да-да-да Который Некто Прочитавшись Ток Но он буква романа Излагает концепцию И он же является Тем самым Соавтором Который Вброшен Внутрь романа И который Не отдаст Свою роль Никому Помните Начало второго тома О, я хочу быть Да, он же Отказывается От своего Острова Который И одна из самых Интересных вещей Там про Саня Чупанцев В контексте Всего о чем мы говорили В подтекст Это разговор о том Что он Непонятно В некоторые моменты Непонятно Верит он Тон Кихоту Или отдает себе отчет Что реальность Ой, вы тут Знаете какая вещь А вы можете разделить Эти образы Они не разделяются Я не хочу Конечно Они не разделяются Это две ипостаси Одного и того же образа Когда мы говорим о Дон Кихоте Мы неизбежно говорим О Санчо Пансе Если Дон Кихот Это всегда По Бахтину Некая вертикаль То этот Всегда Карнавальное Вот это Земное начало Которое Соединяет И делает этот роман Необычайно свободным Необычайно пестрым По-пушкински И необычайно открытым А можно маленький комментарий Селиком с вами согласен Тут сказать, что Серванте все равно тонче Чем наш любой интерпретатель Любой перевод Потому что Лично печальный образ Знаете, как звучит В оригинале Кабаэ Роди Триста фигура Что уже В этом есть юмор Понимаете То есть это образ как Это точно Однозначно не перевести Неоднозначно не перевести Он не поддается Имена нельзя Нельзя Переводить Скажем Рыбкина нельзя переводить Как фишман Скажем Понятно Это будет глупо Значит И Николай Михайлович Любимый Который потрясающе Перевел роман Но он не мог переводить Имена Они же тоже звучащие Но понятно Что Росинант Это Росинантес То есть Это Это бывшие Бывшие клячи То есть клячи БУ Поправьте Пехот Имена тоже Я слышал Очень интересную интерпретацию Что это та часть Доспехов Которые Пригревают Мужские гениталии Кихота Есть такая версия И что Это опять-таки Одно из Юрий Ахенвальд пишет Кихотизм Форма праведничества Без которого мир Не устоит Против собственной Термоядерной мощи Или он дальше Говорит еще Дон Кихот Это мысль Христианского человечества О том Что добру Не надо бояться Быть битым Неловким Непрестижным И безрезультатным Добру не нужно Бояться Остаться бесследным Я хочу немножко Обострить разговор Это уже не сам роман Мы уходим от него Чем дальше мы удаляемся Чем сильнее Крепнет Дон Кихот Никуда не Да ну мы должны Удалиться Когда писал Тургенев Что он стал притчей На языцах В устах Русского мужика Понятно Не имевшего Ни малейшего представления Ни о романе Ни о Сарванте Только так Может возникнуть То что Максимально удалено Но для нас Конечно Для России Чрезвычайно Было опасно И важно то Что вот после Тургенева Прежде всего Для России К этому К этому была готова Своим трагическим И грустным взглядом И на литературу И на культуру И на собственную судьбу И на человечество Вот это Сыграло колоссальную роль А роман Предостережения Не был в России услышан Что это роман Предостережения Не был в России услышан Абсолютно И не Тургенев Научил Революционных демократов Делать революцию Не Тургенев Готовы были Готовы Они Дон Кихоты Делали революцию В России Слава Богу Потом Когда Оборотни Захватили власть Дон Кихотство Перешло в диссидентское движение Потом оно будет Потому что Дон Кихотство Всегда Оппозиция С существующим Положению вещей Не власти С существующим Положению вещей Вот как общественное движение Да А вот смотрите Возьмите Скажем Чвенгур Чвенгур В какой-то степени Это тоже рыцарский роман Копенкин Вот как пишет Платонов Он говорит Дон Кихоты С глазами без внимательности В них Гениальная фраза С глазами без внимательности В них Фанатики Фанатики Человеколюбия Фанатики идеи Человеколюбия Которые заставляют К счастью Тянут человечество Это тоже Это как раз это Дон Кихотизм Скажем так Это двустороннее явление Амбивалентное Как сказал бы Бахтин То есть есть И это И это там есть Содержится Она может быть и страшным Благородство идеализма И опасность идеализма Поскольку это моя любимая тема Русское Дон Кихотство Которое Я никак не могу разгадать Я никак не мог долго разгадать Почему пик русского Дон Кихотства Это вторая половина 19 века А есть ответ Есть ответ Дон Кихотовская идея Питала русскую идею Русская идея Питала Дон Кихотовскую Дон Кихотовский утопизм Дон Кихотовский максимализм Дон Кихотовский идеализм Дон-Кихотовский нон-конформизм – это и есть питательная среда русской идеи. Русская идея одновременно сделала из Дон-Кихотства то, чего не было никогда в мире и нигде ни в одной из стран. В этой идее русского Дон-Кихота Венедикт Ерофеев «Москва-петушки» интерпретируется как еще один вариант Дон-Кихотства. Мне хотелось бы еще поговорить о любви. Вот любовь Дон-Кихота. Он что, способен только любить образ, созданный его воображением? Способен ли он на реальную, ну, как человек, как мужчина, я не знаю, способен ли он, в принципе, на реальный роман, на реальную любовь, или только любовь, возможно, в этом идеальном виде? Не хочет ли сказать нам Сервантес, вопрос, конечно, что настоящая любовь сильная, может быть, только платонической? Мне трудно представить себе особенность Сервантес, его бурной и сложной жизнью, что хотел сказать нам о любви романтического характера. Но как раз Дон-Кихот – это история про то, что любови так много. Есть его, как говорилось уже, есть любовь, человеческая любовь между Санчо Панцей и Дон-Кихотом удивительная, невообразимая. Есть его сконструированная Дульсинея, но при этом, например, есть его удивительная привязанность к его семье, которая все-таки считает его сумасшедшим, не то, чтобы сильно его поддерживать. Мне как раз кажется, что это роман про вариативность. И он, скорее всего, был одинок. Он действительно был одинок. И вот из этого внутреннего мира своего одиночества он и хотел выйти. Но не вот в эту любовь, а в другую. Я об этом говорю, да. Он в другую, в другую. В ближнем, в другую. Евгений, а вот вы можете взять или вот Слава. Вот есть, по-моему, такая легенда, что во время наполеоновских войн, когда наполеоновские войска вошли в Испанию, то, значит, они подошли к Табоса, прошу прощения, Табоса, они подошли к родине Дульсинея и должны были стрелять из пушек по этому городу, чтобы взять его. И сказали этому генералу французскому, что это родина Дульсинея и город был спасен. Правда ли эта легенда, что литературная героиня спасла своим именем, спасла целый город? Тут, понимаете, в чем дело. Я боюсь, что здесь уже даже не надо проводить линию между правдой и легендой. Потому что получается одна простая вещь. Этот роман продолжает писаться. У него нет обложки. Это только видимость обложки. Он пишется любой политической ситуации, например, взрыва башен Близнецов. Он пишет любым политическим проходимцам, которые хочут осветить себя, используя это дело. Он пишет любой благородным, неожиданно благородным поступком. Он пишется любым бомжом, который едет в электричке из Москвы в Петушки и совершает, по сути дела, то же самое Дон Кихоц. Это очень не любой бомж. Я условно говорю, и совершает, по сути дела. Мы не знаем, что творится в душе человека, который сидит в российской электричке. Вот уж тайна за семью печатями. И он продолжает совершаться везде и всюду. Ведь все чудо Сервантеса заключается в том, что он случайно набрел на эту жилу, называемую... Вот это вот, я еще раз повторюсь, слово в романе, где нам передают процесс. Саму изменяемость действительности, где он уловил этот сам принцип изменяемости действительности. И поэтому, совершенно верно, там Дульсинея может быть какой угодно, потому что она совершенно верно находится в состоянии творческого восприятия. Мы опять возвращаемся. Роман, писатель, писатель, роман, читатель. Мы опять говорим об этой триаде. И роман создается читателем в одинаковой степени, как и писателем. И обретает свою собственную, абсолютно самостоятельную жизнь. А вот интересная еще вещь. Он безумен только в этом сюжете, в рыцарстве. Он же ведь нормальный, когда он занимается какими-то бытовыми делами, он же только в одном, его сопрошествие канализировано. Он не просто нормальный, он высочайшего класса человека. Когда он рыцарь, он художник, он творит свой роман, он пишет свой рыцарский роман, только пишет его не пером, а своими действиями. Творчество как безумие. Творчество как безумие вообще, если в таком случае. Потому что на самом деле в нашей бытовой жизни Санчо Панса творчество нам не нужно. Потому что на самом деле творчество – это всегда аномалия. Это то, что меняет нашу обычную материальную жизнь. То есть священное безумие, скажем так. Кстати сказать, вот как только человек начинает творить, вот он хочет того или нет, он подпадает сразу под дискурс Дон Кихота. Потому что он начинает менять эту бытовую ситуацию, задавая вопросы, которые этой ситуации не предполагая, меняя это революционно. Революционно в хорошем смысле, не без насилия. Хотя творчество всегда насилие, потому что ты здесь равен создателю. Это ты создаешь свой пространственно-временной континиум. Это ты, и тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы, давные плоды мечты моей. И тут на самом деле еще одна важная подоплека этого романа – нам показали природу творчества. Человек, начинающий творить, немножко не в себе. А можно сказать, что это такая оппозиция, что Дон Кихот – это как бы писатель, а Санчо Панци – это читатель? Творец. Мне ближе творец, чем писатель. Писатель – это что-то очень частное. Это очень частное. Они меняются местами. Ведь Унамунов прав, что происходит Дон Кихотизация с Санчо Панци. Он абсолютно прав. А в этом задаче писателя встает. Конечно, абсолютно прав. Вы знаете, тут какая особенность, мне кажется, что еще угадал Сервантес. Он сказал, что на самом деле человек отличается от животного именно тем, что в отличие от животного он переделывать стремится свою среду обитания. Это животному, неважно, где он поел, пописал, извините, покакал. А вот человеку это важно. Он делает свой дом, делает свой храм, он переделывает его. Другой обострю разговор. Вспоминаю Тома Самана, который говорил, представьте себе, что этих людей много, и они захватили власть. Когда он убегал, через океан убегал из Германии фашистской. Очень хорошо. Но Дон Кихот один. Он одинок. Таких людей мало. Есть лишь кто-то из гениев человечества, который, в принципе, был близок Сервантесу в истории. Несомненно, в какой-то мере, в очень большой мере Гоголь, в высшей степени Лесков, в высшей степени и Чаплин. Его маленький Чарли – это вот в полной мере тот самый герой, который без помощи, и который абсолютно честь светил и твер, с кулаками. Вопрос ко всем последний. Каждый из вас что-нибудь ощущает себе Дон Кихотовское? Вот есть ли какие-нибудь черты Дон Кихота, или не черты, а, скажем, какие-то качества, которые вы сознаёте как Дон Кихотовские? В скромных пределах, например, бывает обсуждение какого-нибудь спектакля, где все говорят, что вот там, конечно, есть отдельные недостатки. А я уже так, видимо, из-за того, что врать не хочется, встаю и говорю, да это же стыдно на это глядеть. Ну, такой маленький Дон Кихотовский. Дон Кихотовский. Да. Венор? В разумных пределах на фоне рационального отношения ко многому внезапное ощущение, что есть некоторые вопросы, которые я, которые не имеют к рациональной и повседневной жизни никакого отношения, которые я готова обсуждать с пеной у рта, пусть удивляясь потом самой себе и переживая по этому поводу. Так. Так. Ну, мне этот вопрос я просто взял, и я буду совсем не скромный. Я просто взял и набрался дерзости, и написал роман о Дон Кихоте, где вплёл свою собственную судьбу. Потому что, вот как я говорил, так я и писал по принципу, что если бурлит в тебе творчество, ты уже в какой-то степени Дон Кихот. Если ты хочешь хоть как-то переделать творческий этот мир, ты уже берёшь копьё, садишься на коня и делаешь то, что тебе велит твой роман, который тебя же и пишет, который тебя же и меняет. В этом смысле я набрался этой дерзости. Да. Хорошо. Слава. А я должен быть верным, пусть будет рамочная конструкция, потому что я сказал с самого начала и поймал вас на том, что вы каждый видите что-то. А я попытался доказать, что это и лист, и канат, и столб, и всё что угодно. Тем самым я, собственно говоря, из этих Дон Кихотов, наверное, и состою очень разных. Нам осталось спросить вас теперь. Да, ну что я скажу? Ну я могу что сказать? Что, конечно, может быть, тут такое обратное Дон Кихотство. Вот, к сожалению, иногда увидев мельницу, вращающуюся, и понимая, что это не великаны, а именно мельница, под давлением общественного мнения, которое уверяет меня, что это мельница, я могу признать правоту, что это мельница. И я тебя за это, честно скажу, иногда осуждаю. Вот такие у меня соображения. Хорошо, спасибо всем. Вот диктует завещание своё, говорит о своём завещании Дон Кихот. И тем желаю, чтобы племянница моя Антония Кихана, будя она вознамериться выйти замуж, выходила за такого человека, о котором ей было бы заранее известно, что он о рыцарских романах не имеет понятия. Если же будет установлено, что он их читал, а племянница моя всё же захочет выйти за него замуж и действительно выйдет, то в всём случае я лишаю её наследства и прошу душеприказчиков моих употребить его по благоусмотрению на добрые дела. Вот такое замечательное завещание всем нам, всем нам в какой-то степени. Ну, мы сегодня обсуждали роман Сервантеса Дон Кихот, мнения, как всегда, разделились, и не может быть единообразия вокруг такого текста, по отношению к такому тексту, это естественно. Но я, как всегда, могу сказать одно, что я говорю всегда, всегда, и буду повторять неустанно, читайте и перечитывайте классику. Ваш Игорь Волгин. Ваш Игорь Волгин.